Актуальный микрофон. Аналитичная программа. Развитие финансового рынка невозможно без длинных денег, невозможно без институтов коллективных инвестиций. И основа развития данного сегмента финансового рынка – это, прежде всего, создание инвестиционных фондов. Наш закон устраняет пробелы в белорусском законодательстве в части возможности функционирования таких организаций и позволяет уже в ближайшей перспективе создать акционерные и паевые инвестиционные фонды, тем самым позволить привлекать в экономику дополнительные инвестиционные ресурсы и, безусловно, создать дополнительный инструмент для вложения своих сбережений граждан, что даст дополнительный стимул для развития национального финансового рынка. Вот смотрите, наверное, ситуация сейчас очень благоприятная. Ставки по депозитам снижаются и, наверное, много появилось денег, которые нужно куда-то вложить. Оценивать перспективы функционирования инвестиционных фондов на сегодняшний день, пожалуй, затруднительно. Ввиду того, что перечень финансовых активов, в которые инвестиционный фонд вправе вкладывать свои инструменты, он достаточно разнообразен. Это могут быть как ценные бумаги, иные финансовые активы, так и недвижимость, драгоценные металлы, драгоценные камни. Ввиду этого, оценивать возможную доходность инвестиционных фондов, исключительно ориентируясь на ставку дохода по депозиту, быть может, не совсем актуально и верно. Но мировая практика исходит из того, что действительно доход от вложения своих средств в деятельность инвестиционного фонда, он превышает размер дохода по депозиту. Ориентируясь на практику прошлых лет, можно сказать, что в 2017 году средняя доходность от вложения средств в деятельность инвестфонда в Российской Федерации составила порядка 7,5%, что является достаточно высоким доходом. Если оценить деятельность инвестфондов в мировом масштабе, то еще в том же 2014 году доходы от вложения средств в инвестфонды в Соединенных Штатах Америки на иных развитых финансовых рынках превышало 80%. Но это, безусловно, нельзя говорить о том, что доходность всегда будет высокой. При негативном развитии ситуации на финансовом рынке, безусловно, инвестор может понести и убытки. Как мы видим, фонды коллективных инвестиций, это не белорусское изобретение, то есть мировая практика, они с 19 века, наверное, первые тогда появились. Это в Швейцарии, Бельгии, потом в начале 20-го бурное развитие получили в Штатах. А вот почему в Беларуси только сейчас такая форма инвестирования, такой инструмент появился? Безусловно, национальный финансовый рынок каждого государства проходит определенные этапы своего развития и своего становления. Для того, чтобы инвестиционный фонд начал работать, должны быть благоприятные условия с точки зрения возможности вложения аккумулируемых денежных средств инвестиционным фондом в какие-то активы. На сегодняшний день эти активы на внутреннем рынке ценных бумаг уже присутствуют. Многие предприятия осуществляют привлечение инвестиций с использованием облигаций. Кроме того, наше законодательство позволит размещать средства инвестиционного фонда в ценные бумаги иностранных резидентов, которые как допущены к размещению обращений на территории Беларуси, так и обращаются только на территории иностранных государств, но прошли, например, листинг в наиболее престижных и признаваемых во всем мире фондовых биржах. Поэтому на данный этап назрела необходимость создания у нас на рынке такой формы привлечения инвестиций. И на сегодняшний день это более чем актуально. И граждане, наверное, сами заинтересованы, потому что даже иногда просматривая какие-то новости, сводки, заметно желание граждан вложить куда-то деньги, но иногда просто в какие-то криминальные схемы вкладываются эти деньги, как и МММ несколько лет назад было. То есть нужны какие-то цивилизованные инструменты, чтобы люди могли распоряжаться грамотно своими средствами. Безусловно, задача государства создать как можно больше вариантов размещения средств гражданами, что будет стимулировать население к сбережению. И, безусловно, чем на более высоком уровне данные вопросы будут регламентированы законодательством, тем в большей степени это будет интересно и привлекательно для граждан. Давайте вот мы, наверное, все-таки расскажем, кто может создавать такие фонды? Ну, в данном случае необходимо рассматривать процесс с точки зрения вида инвестиционного фонда. Наш закон позволяет создавать фонды двух видов, это акционерный инвестиционный фонд и паевой инвестиционный фонд. Основное различие между ними заключается в том, что акционерный инвестфонд это юридическое лицо, паевой инвестфонд это, условно говоря, денежный котел, который объединяет средства различных инвесторов и управление им осуществляет соответствующий субъект хозяйствования. И в первом и во втором случае необходимо прохождение государственной аккредитации на право осуществления либо же деятельности акционерного фонда, либо же паевого инвестиционного фонда с точки зрения доверительного управления им. Таким образом, создание и деятельность инвестиционных фондов непосредственно связано с прохождением процедуры аккредитации. Данная процедура предполагает установление требований финансовой достаточности, а также квалификационных требований к руководителям и персоналу управляющей организации либо же акционерного инвестфонда. Вот смотрите, если, допустим, завтра ко мне придет какой-то человек и говорит, я вот собираю деньги на инвестиционный фонд, такому доверять не стоит? Безусловно, нет. Для начала этой деятельности управляющая организация должна быть обеспечена собственными активами. Требования к финдостаточности достаточно серьезные. В зависимости от вида фонда, который будет находиться в управлении данного субъекта, требования финдостаточности начинаются от 50 тысяч базовых величин и до 100 тысяч базовых величин. Акционерный инвестиционный фонд сможет функционировать, если размер его чистых активов составит не менее 200 тысяч базовых величин. А какие суммы граждан могут привлекаться? В данном аспекте никаких ограничений нет. Если инвестиционный фонд в установленном законодательством в порядке создан, в установленном порядке зарегистрировал инвестиционную декларацию, то, собственно говоря, любой гражданин может вкладывать в поевой инвестфонд, либо в акционерный инвестфонд ту сумму денежных средств, которые он готов инвестировать на сегодняшний день. При этом, безусловно, гражданин должен прежде всего оценить риски от подобной инвестиционной деятельности. Ну вот смотрите, условно у меня есть тысяча условных единиц. Я могу вложиться в облигации Минфина, допустим, или вот сидеть и раздумывать, нести мне деньги в этот фонд коллективных инвестиций. На что я должна ориентироваться? На доходность? Но доходность по коллективным инвестициям не просчитывается. На надежность, мне кажется. Доходность – это всегда весьма субъективный ориентир. Кстати, хотелось бы отметить, что закон об инвестфондах напрямую устанавливает запрет для управляющих организаций гарантировать доходность от деятельности фонда. То есть она не может быть прописана, да, где-то? Безусловно, это не есть облигация, которая имитируется, размещается под заранее оговоренный процент дохода. В данном случае речь идет о рисковой деятельности. И, безусловно, определенному уровню риска соответствует определенный размер дохода. Чем выше риск, тем выше доход. Безусловно, стоит диверсифицировать свои риски даже на уровне семейного хозяйства, конкретной семьи, конкретного человека, и размещать свои активы в различные виды финансовых вложений, в том числе и в ценные бумаги, в депозиты, опять же, оценивая риск и оценивая потенциальный доход от этого вложения. При этом необходимо рассчитывать и возможность инвестирования с точки зрения возможности изъять свою инвестицию в конкретный момент времени. То есть если у человека недостаточно денег, то размещать их на длительный срок, безусловно, будет не совсем правильно. Ну, допустим, сегодня же Минфин размещает очередную порцию облигаций, 26 числа, там срок погашения 2014 год. Значит, до 2014 года вы эти деньги получить не сможете. Совершенно верно. До 2024, наверное. Ой, до 2024, да. А здесь их можно будет забрать в любой момент? Или в зависимости от фонда? Все зависит от вида фонда. Если мы сталкиваемся с деятельностью открытого паевого инвестиционного фонда, то правила его функционирования должны предполагать возможность потребовать от управляющей компании выкупа пая не реже раза в месяц. Но правила фонда могут предполагать и возможность требований выкупа пая в любой день. Я напомню, что сегодня мы обсуждаем инвестфонды. Соответствующее законодательство вступило в силу с начала недели. У нас сегодня в студии директор Департамента по ценных бумагах Министерства финансов Алексей Красинский. Звоните нам 284-87-21, 284-87-21, 1062. Это номер, на который мы принимаем ваши смс. Напомню, что еще раз мы обсуждаем сегодня денежные вопросы, инвестиционные вопросы. Вы уже затрагивали этот вопрос, Алексей. Куда могут направляться инвестиции? То есть, допустим, граждане владеют паем, это могут быть, допустим, государственные ценные бумаги? Безусловно, в том числе. Инвестиционный фонд определяет направление инвестирования аккумулируемых средств в инвестиционной декларации. То есть, на момент приобретения инвестиционного пая гражданин заранее видит, куда эти средства могут направляться. Это могут быть государственные ценные бумаги, ценные бумаги Национального банка, корпоративные облигации, акции, в том числе доли в уставных фондах. Фактически, перечень размещаемых, перечень активов, которые могут приобретаться инвестиционным фондом, достаточно широк. В том числе, активы нерезидентов. Допустим, заходил в акции Apple. Могут такие фонды вкладываться? Если это предусмотрены инвестиционные декларации. То есть, должна быть составлена декларация, а гражданин потом смотрит, соглашается он с такими инвестициями, не соглашается. Правильно, да? Совершенно верно. Ну, безусловно, инвестиционная декларация определяет конкретные направления инвестирования. Там могут быть не предусмотрены конкретные эмитенты, активы которых могут приобретаться. А быть определены основные направления с точки зрения видов активов, в которые будут размещаться средства инвестфонда. То есть, и, возможно, такая ситуация, что будут какие-то, не то что целевые фонды, а, допустим, есть один фонд, который только в недвижимость вкладывается, да? Есть только тот, который в ценные бумаги. Или все-таки там должен быть портфель разнообразный? Как правило, портфель должен быть достаточно разнообразен. При этом для отдельных видов фондов установлены четкие ограничения. Например, в состав имущества открытого паевого фонда условия функционирования, которые предусматривают возможность потребовать выкуп пая в любой день, в состав его активов не могут входить недвижимость, драгоценные металлы и камни, по той простой причине, что, хотя это имущество, безусловно, и ценно, и интересно с точки зрения возможности инвестирования, но реализовать его в сжатые сроки просто не представляется возможным зачастую. И прежде чем мы перейдем к вопросам, еще вот один такой момент. Вот инвестор, физлицо, который вложился в такой фонд, он как-то может влиять на инвестиционную политику фонда? Здесь стоит, опять же, исходить из вида фонда. Если мы сталкиваемся с акционерным инвестиционным фондом, то, по сути, акционер данного фонда, он ничем не будет отличаться от акционера открытого, либо закрытого акционерного общества, функционирующего на сегодняшний день на территории Беларуси. Безусловно, будут проводиться общие собрания акционеров, и любой инвестор, являющийся акционером данного фонда, сможет прийти на общее собрание и голосовать соответствующим образом по тем или иным вопросам. Что касается закрытого паевого фонда, то он, в общем-то, имеет некоторую схожесть с акционерным инвестфондом, и пайщик закрытого фонда также по наиболее важным вопросам, связанным с деятельностью инвестиционного фонда, участвует в общем собрании участников такого фонда. Что касается деятельности открытых паевых фондов, в данном случае участие пайщиков на практике не будет осуществляться, и все вопросы, связанные с деятельностью фондов, но за исключением очень узкого перечня случаев, будет определяться непосредственно управляющей компанией. А вот у нас достаточно специалистов для таких управляющих компаний? Основным требованием на сегодняшний день с точки зрения возможности осуществлять деятельность управляющей компании по квалификационным требованиям является наличие аттестата, квалификационного аттестата, который выдается Министерством финансов. Аттестованных специалистов достаточно большое количество, достаточно большое количество профессиональных участников на рынке ценных бумаг, работает банков, которые осуществляют профессиональную деятельность по ценным бумагам. В Республике Беларусь есть опыт реализации пилотных проектов по фондам банковского управления. Все это свидетельствует о том, что потенциал с точки зрения наличия специалистов, которые могут в этой сфере работать, безусловно, есть. То есть профессиональная составляющая есть, осталось доверие? Доверие и необходимость соответствия управляющей организации с точки зрения наличия собственного капитала. Переходим к вопросам. Переходим к вопросам. Во-первых, благодаря за тему сложную, как они сказали, но нужную. И когда услышали финансы и деньги, естественно, звонят люди разных возрастов и представители, что называется, и той формации советской, и молодое поколение. На многие вопросы, Алексей, вы ответили в первой части программы, но, наверное, термины были довольно сложные. Поэтому давайте кое-что более детально поясним слушателям. Вот спрашивают, какие риски могут возникнуть, если я свои деньги вкладываю в инвестфонд? Какие риски? Основной риск – это потеря своей инвестиции. Например, на момент формирования паевого инвестиционного фонда стоимость одного пая составляет условно 100 рублей. Через какой-то период времени вместо номинальной стоимости появляется расчетная стоимость. То есть все имущество, предназначенное для инвестирования, оно условно делится на количество обращающихся паев, и мы видим, какая стоимость на сегодняшний день нашего актива. Например, это уже 110 рублей. То есть мы 10 рублей заработали. Но если управляющая компания инвестирует неэффективно, то расчетная стоимость нашего пая может составлять и 90 рублей, и 50 рублей. А если на финансовом рынке происходят негативные вещи, случаются дефолты, в том числе дефолты организаций в ценные бумаги которых, либо иные активы, в которые инвестировал инвестфонд, то, соответственно, расчетная стоимость нашего пая может приближаться и к нулю. Поэтому риск... Риск есть. Риск есть, безусловно, и нужно это очень четко осознавать. Еще вопрос. Что может вложить каждый из нас? Драгоценности, чистые деньги, ценные бумаги, доверие? Гражданин, гражданин вправе вкладывать в инвестиционный фонд только денежные средства. В дальнейшем за счет средств, которые инвестфонд аккумулировал, в том числе у граждан, он будет размещать эти средства в различные активы, в том числе в драгоценные металлы и камни, в недвижимость и в достаточно широкий перечень финансовых активов, в том числе ценные бумаги. Ясно. Еще вот такой вопрос, где-то может быть наивный, но тем не менее интересный. А нельзя ли зарегистрировать какой-то инвестиционный фонд гражданский под эгидой государства? То есть граждане вот собираются и делают свой инвестиционный фонд, но чтобы государство это курировало, чтобы доверие вот тоже было. Закон об инвестиционных фондах содержит четкое указание на то, что государство никоим образом не гарантирует доходность деятельности фондов. Безусловно, и граждане, которые будут осуществлять деятельность управляющей организацией, и те граждане, которые предложат свои средства к вложению в инвестиционный фонд, должны четко осознавать, что деятельность государства никоим образом не связана с гарантированием по доходу от деятельности этого фонда. Это вот в отличие от банковских депозитов, да? Потому что если сейчас что-то случается, у нас есть агентство по гарантированному возвращению вкладов. Совершенно верно. То есть тут такого не будет. Но все-таки Минфин как регулятор, как будет деятельность фондов контролировать? Деятельность управляющей организацией фонда, она будет контролироваться как со стороны Министерства финансов, так и со стороны новой организации, которая у нас появляется на финансовом рынке. Это специализированный депозитарий. Министерство финансов, как регулятор рынка ценных бумаг, как регулятор деятельности инвестиционных фондов, будет отслеживать деятельность инвестиционных фондов с точки зрения соблюдения ими требований, которые установлены на уровне законодательства. Специализированный депозитарий будет осуществлять учет активов, которые находятся в распоряжении фонда. Помимо этого, спецдепозитарий будет давать разрешение на совершение сделок. Таким образом, если специализированный депозитарий при подаче к нему документов увидит, что инвестиционный фонд, точнее управляющая организация инвестиционного фонда, совершает сделку с нарушением требований либо законодательства, либо требований инвестиционной декларации самого фонда, специализированный депозитарий откажет в совершении такой сделки. Если с фондом что-то случилось, гарантий для граждан никаких нет. Вы же понимаете, что вам тут же начнут поступать жалобы. Есть ли какой-то зоркий глаз за этим всем? Потому что у нас даже, смотрите, граждане еще, наверное, не до конца понимают, что сами несут ответственность за свои деньги. И даже у нас есть масса таких случаев, когда что-то где-то купили за космическую сумму, а потом приходят соответствующие регуляторы и говорят, а вы нас не защитили. Безусловно, гражданину при инвестировании в деятельность фонда нужно четко и ясно представлять, что это такое. И достаточно четко осознавать риск, который представляет собой эта инвестиционная деятельность. Повторюсь еще раз, государство никоим образом не гарантирует доходность деятельности фонда и в современных реалиях во всем мире деятельность, связанная с инвестированием в ценные бумаги, деятельность по размещению средств в инвестфонд, это высокорисковая деятельность. Это те действия, за которые отвечает только сам гражданин. И безусловно, государство никоим образом не может гарантировать возврат средств, которые гражданин самостоятельно инвестировал в такие активы. А в судебном порядке это можно будет сделать? Если в результате деятельности управляющей организации активы, в которые размещены средства фонда, цены на них либо стремятся к нулю, либо же просто произошли, к сожалению, дефолты. По тем же облигациям. Это риск. Рисковая деятельность инвестфонда привела к тому, что инвесторы получили убытки. И требовать в судебном порядке от той же управляющей организации чего-то будет просто невозможно. Потому что управляющая организация отвечает по своим обязательствам только теми активами, которые есть в распоряжении управляющей организации. Вот вы при подготовке белорусского законодательства ориентировались на опыт Казахстана и России. Вот там, когда начали работать инвестфонды, что там правильно пошло? При разработке нашего закона мы в большей степени ориентировались на директивы ЕС, на требования АИОСКО, которые установлены и общепризнаны на сегодняшний день во всем мире. Подготовка закона велась с участием представителей Всемирного банка. Он одобрен представителями Всемирного банка как соответствующие основным требованиям, предъявляемым к данному законодательству во всем мире. Поэтому те подходы, которые заложены в законе и которые на сегодняшний день работают, они являются общепризнанными. И именно на основании этих базисных подходов работает институт инвестиционных фондов во всем мире. То есть фактически это наилучшая международная практика, которая на сегодняшний день есть. Вот читал опыт Казахстана, у них тоже есть закрытая, открытая, да, и допустим вот те, которые высокорисковые, их там запрещено рекламировать. У нас что-то подобное будет? У нас опять же закон исходит из того, что инвестиционный фонд не вправе ни в своих документах, ни в рекламе о себе заявлять о гарантированном размере дохода. Инвестиционный фонд обязан раскрывать и представлять только достоверную, соответствующую действительности информацию, которая объективно дает возможность инвестору сформировать представление о возможных рисках, представление о тех объектах, которые будет осуществляться инвестирование, но никоим образом не вводить заблуждение инвестора с точки зрения гарантированности дохода, либо же в том числе предоставление государством гарантий по возврату средств. Вот смотрите, я как потенциальный инвестор, допустим, приду в такой фонд, что они мне могут показать? Что я у них должна требовать? Прежде всего, это инвестиционная декларация. В акционерном инвестиционном фонде вы вправе потребовать устав, в паевом инвестиционном фонде вы вправе потребовать правила паевого инвестиционного фонда. Эти документы описывают порядок осуществления инвестирования средств фонда, содержат полную и весьма объемную информацию об управляющей организации, о специализированном депозитарии. А если у них спрошу, какова у них на данный момент доходность? Обязаны мне такую информацию раскрывать? Они обязаны раскрывать информацию об актуальной расчетной стоимости инвестиционного пая. То есть они представят вам, назовут ту цифру, сколько инвестиционный пай стоит на сегодняшний день. Но гарантировать, что инвестиционный пай через неделю, либо через месяц начнет стоить в два раза больше, они не имеют права. Есть еще вопрос? Вот такой вопрос. Алексей спрашивает, а вы в какой инвестфонд вложили бы свои деньги и акции? Сложный вопрос, ввиду того, что на сегодняшний день инвестиционных фондов в Беларуси пока что не создано. Ну и с учетом ограничений, которые имеются у государственных служащих, пожалуй, воздержусь от ответа на подобный вопрос. А скажите, а доходы, полученные вот таким путем, они будут налогами облагаться? На сегодняшний день готовится новая редакция налогового кодекса и пока что прорабатывается вопрос о возможности установления налоговых преференций в отношении инвестиционных фондов. И вот по вашим оценкам, когда может уже первый инвестиционный фонд полноценно заработать? Достаточно сложный вопрос, но стоит отметить, что данная деятельность пользуется повышенным интересом как со стороны профсообщества, так и со стороны потенциальных инвесторов. Поэтому будем ожидать возможно появления инвестиционных фондов уже в ближайшее время. Как можно ближе, да? Вот 23 числа заработало законодательство, интерес уже большой, да? Совершенно верно. Все, большое вам спасибо. Напомню, что сегодня у нас в студии был директор департамента по ценных бумагах Минфина Алексей Красинский. Сегодняшнюю программу провели Вольга Сямашко и Олена Швайко. До встречи. Актуальный микрофон.